Винаши ним уничтожающий, Ари, Верховная Личность Бога, Арчана Анубхавина, Поклонение, Яд в котором, Гаджатве полновен теле, Апи, Атя, Анустрити, Память о предном служении, которым он занимался прежде. Жизнь которого 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 он занимался прежде. Махараджа Шкадео Господи продолжал, «О царь, проклят Махараджу и Драдюну Агатии Муни вместе с своими учениками покинул Вашим. Поскольку Драдюна был преданным, он покорно принял проклятие и увидел в нее волю духовной личности Бога. Поэтому в следующей жизни он родился в Панон, и благодаря своему преданному служению он помнил, как нужно поклоняться Господу и возносить Ему молитвы». Так, здесь продолжение истории. Точнее, здесь описана предыстория этой истории, где Махараджа Драдюна стал слоном. И здесь описано, что Агатий Муни проклял его, как ему показалось, за недостойное поведение, и удалился из Ашвана. И здесь интересно поведение Махараджа Драдюна. То есть, можно видеть разницу реакции на ситуацию преданных и материалистов. Преданных, обладая сознанием Кришны, он воспринимает, все же встречается с Ним, как милость Бога. И поэтому он не беспокоится сильно. И здесь мы видим, что Махараджа Драдюна, он просто принял это смиренно и продолжил заниматься своим служением Богу. Тогда у материалистов, если с ними случается что-то неприятное, которое может помешать их чувственным удовольствием, приносит какие-то страдания, не приносит, приходит большое беспокойство и начинает видеть окружающих. То есть, в этом разница между отношением к жизни преданных Господа и обычных людей, материалистов. И в шастрах много историй, которые также описывают, как великие ващнавы, они ведут себя, когда их проклинают, когда их бьют, когда какое-то насилие происходит. Они полагаются на воле Господа. И самая такая, одна из ярких историй, это история Махараджа Абариши. Когда Махараджа Абариша совершал пост, к нему пришел гостья в Дурвахамуне. И Махараджа Абариша должен был принять какую-то пищу, прервать пост, чтобы этот пост был принят Господа. Но мы знаем, по традиции, если приходит святой, мудрец, то нельзя принимать какую-то пищу за того, как мы накормили гостя. И тогда Махараджа Абариша просил Дурвахамуне, чтобы тот отправился принять омовение. И он посоветовал своими браманами, как ему быть, чтобы удовлетворить этого гостя. И в то же время, чтобы его пост он имел силу. Это Абрамана, они посоветовали ему, ты можешь принять воду, выпить воду. Так что вода, если человек принимает, то в зависимости от его желания она может прервать пост, а может не прервать. Зависит от его желания. И Махараджа Абариша принял немножко воды, прервал таким образом пост. И когда явился Дурвахамуне, тот страшно размеялся, он сказал, он был в мистическом виде, он понял, что старый что-то съел, что-то выпил. И он начал ругаться на него, говорит, ты просто невежественный человек, как подобно в этой ситуации, ты не знаешь, как принимать гостей. И тогда за мистической силой Дурвахамуне он создал огненного демона, который стал приближаться к Махараджа Абариша, чтобы сжечь его бакла. Но Махараджа Абариша, будучи чистым преданным, он понял, что за этим стоит какая-то воля Господа. Но ничего не претенял, просто сложил ладони и стал возносить молитву Господу. То есть он даже не испугался. Но Господь, который видел все это, находясь в духовном мире, он тут же свою Сударшему Чакру, он впустил на помощь своему чистому преданному. И эта Сударшему Чакра, она просто истепелила этого демона огненного. И более того, она стала гоняться за Дурвахамуне, который, будучи великим мистиком, он стал носиться по всей вселенной, чтобы избежать своей участи. Сударшему Чакру это такой диск большой, и там есть много сопов разных, оттуда врывается пламя. И это пламя, оно сжигает все, к чему он прикатается. Дурвахамуне он был сильно обеспокоен, он полетел к Шиве, к Бракуне, и стал искать у них прибежища. Но они сказали, знаешь, что я оскорбил чистого преданного Господа, что не хотим иметь с собой дело, разбирайся сам. И в конце концов он прилетел на Вайкунсу, он был такой возвышенный мистик, что он даже на Вайкунсу прилетел. И тогда он стал спросить прибежища у хозяина Сударшу Чакру, сказал, что я в таком плачевном положении. И так Господь ему сказал, если ты пойдешь к Мухараджиам Борисше и тот простит тебя, тогда нет проблем, тогда твое оскорбление будет искуплено. И Дурвахамуне он так и сделал, он отправился обратно к Мухараджиам Борисше и стал просить его прощения за оскорбление, которое нанесся. И Мухараджиам Борисше, будучи смиренным Вайшнавом, он его простил и сказал, конечно, ты даже не сделаешь этого оскорбления, прости меня за то, что я не смог сказать тебе достойного приема. То есть мы видим, что преданные, они обладают этой способностью принимать все как милость Господа. И Господь Махараджиам Борисше объяснял, что путь Бхараджи, он на самом деле нетруден, нетруден. Для этого можно просто научиться человеку полагаться на милость Бога, на милость Кришны. Но для людей, которые приходят из материального мира, это непросто. Почему? Потому что в их сознании есть сильная привычка полагаться на свои собственные силы. И человеку трудно перестроить свое сознание на то, что теперь он живет и он зависит от милости Верховного Господа. И все, что случается с ним, это происходит по воле Бога. Не так просто. Почему? Потому что в материальном мире люди считают себя действующими. Они считают себя контролирующими, хозяинами своей судьбы. И таким образом они имеют определенную гордость. Когда на пути Бхараджи надо развить совершенно другие качества. То есть надо развить смирение, терпение, послушание. И именно эти качества они привлекают к Господу. И в этом трудность этого процесса, хотя на самом деле очень простой. То есть трудность в том, что человек должен научиться мыслить и действовать совершенно по-другому. И таким образом человек, если он принимает волю Господа, тогда он может легко подняться на двойственность этого материального мира. Он может подняться над этими представлениями о горе материальном и счастье, то есть жара, холод. То есть в принципе человек может подняться на духовный уровень, если он действует с таким пониманием. Он может понять, что он является кушой. И с этого уровня начинается чистое предназлужение. Как говорит Кришна Бхага, видите, он говорит, Говорит, что человек, который не радуется, случится что-то хорошее и не скорбит, случится что-то плохое, тот поднимается на духовный уровень. И таким образом он начинает заниматься чистым предназлужением. То есть когда человек поднимается над гунами о материальной природе, тогда он может подниматься чистым предназлужением. И мы знаем, что в третьей песне на Господь Капиво он написывает предназлужение в гунах материальной природы. И он описывает качество ему строения предназлужения в гунах. И говорит, что человек к гуне невежество, он проявляет задатки индивидуалистов. Такой человек, он думает себе как самым великим предназлужением. И у него есть какие-то материальные желания, корыстные. И часто применяется глик-гнев по отношению к другим, например, на критику. И это все признаки того, что человек занимается предназлужением, но в гуне невежество. И также есть служение Господу в гуне страсти, когда человек занимается предназлужением просто для того, чтобы как-то лучше устроиться в этом мире, как творить свое материальное желание. Он приходит к служению Богу в расчете выполнить свои амбиции. И он думает, ну да, в материальном мире у меня не получилось, как не признали, что я великий человек. Но тут я возьму реванш. С Богом у меня точно получится. И он хочет стать самым лучшим преданным, и хочет славы, почета, денег, удовольствия. И это служение, оно также не сильно утворяет Господа. Потому что оно все равно будет на фунной страсти, и присутствует большой эгоизм, на самом деле. И поэтому рекомендуется возвысить, хотя бы, занимаясь предназлужением в гуне благости. Что такое служение в благости? Когда человек выполняет указания своего духовного учителя из чувства долга, он понимает, что это нужно делать ему для того, чтобы хотя бы очиститься от своих прошлых греховных поступков. И для того, чтобы прогрессировать духовно, он делает это из более чистых мотивов. Но даже это служение, оно обуславливает человека, и человек должен перейти на уровень чистого преданного служения, как говорит Коскопила. И на этом уровне единственный мотив человека заключается в том, чтобы достать удовольствие самодуховному учителю и Кришне. То есть действует из любви уже. То есть уже приходит любовь. Человек ощущается, он испытывает любовь к Богу, благодарность. И он действует на уровне Вишутка Саттвы с тем пониманием, что мои действия, они удовлетворяют Кришну. То есть это чистый мотив. И поэтому прегны, которые стоят на этот путь, он должен стараться подняться над теми гунами, которые оскверняют его преданное служение. И из-за этого что происходит? То есть это оскверняет лишает вкуса. Какие-то примеси есть, знаете, гун, какие-то корыстные желания. Человек не испытывает вкус. Потому что чистое преданное служение, оно по природе является тем, что полностью утворяет душу, то есть это человеку счастье. Но эти примеси, когда они приходят в наше сознание, то человек, он лишает этого вкуса. И более того, что Астр говорит, что преданное служение в гуннах материальной природы, оно продлевает наше материальное существование, продлевает наше нахождение в материальном мире. И поэтому и говорится, что можно много жизней повторять, повторять святое имя Господа, но рождаться опять в этом мире. Почему? Потому что сохраняются эти корыстные желания. И поэтому человек, он должен стараться избавиться от этой концепции, что я наснаждающийся, я действующий в этом мире. Он должен понять, что все в этом мире действует, благодаря гунам, реальной природе. И на самом деле, то, что мы чувствуем, ощущаем, нюхаем, все это лишь в привлении трех гун. И человек, он должен стремиться от этой ложной концепции о себе. И поэтому Кришна Бхагаддите, он объясняет, что человек, он должен заниматься преданным служением, иметь этот правильный мотив. Он должен стремиться доставить для осья Бога. И он описывает пять факторов деятельности. В Бхагаддите Кришна, он говорит, что есть пять вещей, которые составляют деятельность. Это место деятельности, это наше тело, различные виды усилий, время, душа и сверхдуша. К примеру, мы занимаемся какой-то деятельностью, и мы должны понимать, что на самом деле успех нашей деятельности, он зависит от Кришны. К примеру, мы можем выйти на Санкирсну с книгами. И если мы думаем, что мы действующие, мы контролирующие, что мы сейчас всех спасем, то сразу можно увидеть, что эта деятельность приносит к нам страдания и разочарования, потому что никто не хочет принимать нас как спасителями и благодетелями. И почему это происходит? Потому что мы не учитываем эти факторы. У нас нет этого понимания, что деятельность и успех зависят от сверхдуши. И поэтому Шилпадан всегда говорит, что Санкирсну – это та деятельность, которая помогает нам избавиться как раз от этой ложной концепции, от того, что мы считаем себя контролирующими, наслаждающими. Что деятельность невозможно заниматься, находясь в ложной концепции материальным сознанием. И поэтому преданный он всегда прилагает усилия в этой деятельности на то, чтобы утворить в себе душу. Понимает, что в конечном счете результат, успех в этой деятельности зависит от Господа. И когда мы это делаем, то также приходят отличные трудности. Например, мы выходим в конкурс, встречаются злобные люди, встречаются какие-то раздражающие погодные условия. Но если мы находимся в духовном сознании, то мы принимаем все эти вещи как милость Господа. Это принимаем для того, чтобы мы могли очиститься. И понимаем, что Господь посылает нам эти вещи, чтобы мы стали более смиренными, более терпеливыми, чтобы мы могли развить качество. То есть, как говорится, что преданные, они даже приветствуют эти трудности. Но, конечно, есть разница между преданными неофитами и более воздействительными влашновами. Говорится, что когда воздействительные преданы встречаются с трудностями, они являются для него источником вдохновения, энтузиазмом. Как описано, что когда Буксенот Акур отправился на Водлипу для того, чтобы открыть место явления читания михопрабу и проявить славу святого места, говорится, он очень сильно заболел. У него сиюсый жар, лихорадка и он буквально слег. И другой человек мог подумать, что да, что-то в этом не то, что-то не так делаю. Но он увидел милость Господа, он подумал, пришли трудности, значит, потом будет экстаз, значит, потом будет милость Господа. И он преодолел это и сделал это сужение. Но преданный неофит, он может потерять энтузиазм, он может подумать, что так тяжело это делать, так тяжело книги И при этом они понимают, что эти трудности являются внешним проявлением внутренней чистоты, что эти препятствия на пути предуслужения, такие как Вигна и Клеша, трудности и страдания, они являются проявлением того, что мы не очистили свое сердце от нишигун. И признак нашего выздоровления духовного мозга, это то, что мы меньше испытываем трудности. И поэтому предан должен всегда приветствовать эти трудности и видеть в них милость Господа. Он должен понимать, что Господь дает ему шанс избавиться от каких-то нарк, которые есть у него в сердце, и благодарить за это Господа, хотя иногда это бывает больно. Но если у нас есть такое видение, то нам очень легко будет проповедовать, нам легко будет распространять книги. То есть мы таким образом можем подняться на духовный уровень, на двойственность. Тогда мы можем думать, что мы вышли, и книги не берут у нас. И наш ум приходит беспокоиться, да, беспокоимся. Почему не берут? Я вроде все правильно делаю, мантру повторил, у меня садхана есть. Но книги не берут. Но если мы находимся в духовном сознании, мы просто продолжаем проповедовать беспривязанность. И таким образом мы совершаем усилия. Потому что на самом деле Господь, Он принимает наши усилия внутренние. И совершая усилия, мы вдруг видим, что раз ситуация меняется, и книги начинают брать. Люди привлекаются, что-то происходит, да, у каждого есть опыт, кто книги распространяет. В чем дело? Просто сердуша, Господь, который находится в нашем сердце, Он меняет ситуацию. И поскольку Он находится в каждом сердце, то Господу несложно сделать, чтобы люди брали книги, да. Иногда видим, что люди совершенно без причины берут книги, да. Господь говорит, сорваться, чахам, крикится, не видишь, что мата, смертим, гианам, а коханам. Я нахожусь в каждом сердце, от меня исходят памятники, забвения. И вдруг люди, они начинают брать книги, то есть без всякой причины, не теряем. Вот, мы видим, что Господь, Он проявляется. Проявляется. И поэтому желание Трена Санкирсны увидеть Кришну, да, в форме, что он книг. Он предлагает усилия для того, чтобы сердуша дала эту санкцию, да, чтобы она дала эту санкцию, чтобы люди начали брать книги. Это не происходит благодаря каким-то нашим способностям, на самом деле, это очень надо понимать хорошо. Происходит благодаря милости Кришны. Но для этого нужны наши усилия. Вот, это один из пяти факторов действия. Эти усилия, они призывают милость, милость Кришны. И Господь, Он может дать какие-то способности, обычные даже, да. И мы будем говорить людям как раз то, что им нужно услышать. Что они хотят услышать, и то, что затронет их сердце. И это вдохновит их взять книгу. Вот, рассказывает, была одна мата же в Питере. И на марафоне книги Распетамявах. И первую часть марафона, они не брали книги. А потом произошла удивительная вещь. Она рассказала, что к ней пришла способность. Она могла знать имя любого человека, к которому она подходила. И она подходила к какому-то человеку и здоровалась. Говорю, о, Александр Васильевич, здравствуйте. Тут вот книжечки для вас. И он стоял как с попом. Откуда вы меня знаете? Или там выходил, о, Лена, здравствуй. Вот, и у нее это где-то было, она рассказывала, где-то недели две. И просто люди, они были в шоке, то есть так это происходит. И у каждого есть такой опыт, да, на подходе мы говорим, вот вы, наверное, там, медик, там, или еще кто-то. И вы говорите, да. И это очень, или военные, то есть, людей это как-то цепляет очень сильно. И если мы не привязываемся, как-то, да, к каким-то таким вещам, к результату, то эти вещи с нами остаются, да. Но эта матушка, она рассказывала, что когда это произошло, у нее стали брать очень много книг, потому что людей это очень было как-то необычно. Вот, тебе подходит человек, называй себя по имени. Но она привязалась к этому и говорит, где-то через неделю у нее это ушло. То есть, Господь это забрал. Вот, и поэтому наша способность проповедовать, давать людям сознание Кришны, оно зависит от этого понимания, насколько мы зависимы от Кришны. Что сами по себе мы очень маленькие и слабые, да. Мы выходим, и у нас ничего не получается. Но мы должны понимать этот фактор, что Господь, Он управляет этой деятельностью. Вот, и чем больше мы понимаем эти вещи, тем больше нам дается эта возможность, да. Как описано, в второй песне, как Господь Брама, Он обрел способность творить, то есть, да. Он пытался своими усилиями как-то познать этот мир, пытался найти корень, этого стебля лотоса, на котором он выседал, вниз отправился. Но потом Он понял, что нужно просто предаться Кришне. То есть, Он стал совершать аскезу, повторять эту мантру Тапа, да. И таким образом Он обрел это могущество, то есть, да. Вот, поэтому успех, вот именно в проповеди, да, это как раз помнить, что не мы, то есть, управляем этим процессом. Вот, и поэтому говорится, что то, что сначала подобно яду, да, вот, счастье, благостье, да, оно подобно нектару потом, да. Да, и то, что подобно нектару вначале, это счастье, страсти, да, потом оно как яд. И поэтому вот эта деятельность, проповедь, она может нам казаться сначала как яд. То есть, да, мы можем терпеть какие-то беспокойства от ума, от людей, от погоды. Но если мы ощущаемся, то эта деятельность в том, что нектар. То есть, мы видим, что, действительно, Кришна, Он проявляет на Санкистане и использует наш, как наш инструмент. Вот, это на самом деле, то, что должен желать каждый предный, да, он должен постараться действовать так, чтобы Кришна использовал наш инструмент в миссии духовного учителя. Они должны быть бесполезными просто, да. Мы должны постараться достать удовольствие от своему духовному учителю. Вот. И для того, чтобы поддерживать Те Сознание, конечно, мы должны постоянно читать книги, как... Шиупада всегда говорят, что для того, чтобы проповедовать, мы должны постоянно изучать философию, чтобы наше сознание, оно всегда было погружено в эту медитацию, в эту внутреннюю медитацию, на Кришну, на миссию духовного учителя. И, то есть, в этом случае мы можем быть успешны, то есть, в этой деятельности, в проповеде. Потому что это понимание, оно может иногда приходить к нам, а иногда может уходить. И поэтому нужно всегда поддерживать это сознание, это желание, желание проповедовать, желание отдавать людям духовные знания. Вот. И говорится, что если наше желание дать людям книгу, будет сильнее его желание не брать книгу, то человек он обязательно возьмет. Это факт. Ты говоришь, что твердуша, она исполняет желание всех живущих. И она исполняет желание того же ущества, у кого он сильнее. Примерно встречается с человеком, и люди не хотят брать книги. Да? Мы рассказываем им, что есть Кришна, что есть духовная жизнь. И люди, они материалистичные. Наш век Мандос Мандос Мандо Матайо, они не склонны искать истину. Но если желание предного, оно сильнее, желание человека не брать книгу, чтобы он взял, тогда человек произвел книгу. И поэтому надо всегда увеличить это желание. Увеличить желание проповедовать, желание того, чтобы люди получали книги. Вот. И в Гаталтишном Харажеве его спросили, ну как мы можем развить это желание? Вот. На что мы должны медитировать? Как мы должны относиться к этим людям? И он сказал интересную вещь. Она, конечно, очень сильно связана с страданием. И он сказал, что мы должны думать, что если этот человек, он не возьмет книгу, то он пойдет в ад. Что этот человек, он будет очень сильно страдать от своих греховных поступков. Тогда как если мы сумеем убедить его, вдохновить его, взять книгу, почитать что-то о духовной жизни, то на самом деле жизнь человека может сильно измениться. Вот. И поэтому, если у нас есть такое понимание, то должно быть сильное желание. То есть, должно быть сильное желание представить человека правильным образом. Пришну. То есть, так. Привлечь его Господом, как-то заинтересовать его духовной жизнью. Вот. И если у нас есть это желание, то нам больше не о чем беспокоиться. Говорится, что... Пишина говорит в Бхагове, что нет для меня дороже того человека, который открывает знания другим людям. То есть, тогда на нашей жизни все будет очень хорошо и благоприятно, если мы просто пытаемся как-то посвятить себя по мере своих сил, возможностей служению Духовному Учителю. Таким образом, наша судьба, она сильно меняется. То есть, мы совершенно по-другому начинаем относиться к этому миру. То есть, мы смотрим на себя уже как на слугу Бога, а не как на просто наслаждающегося, который пытается извлечь из этого мира какие-то крохи, удовольствия, наслаждения. Тогда наше сознание наменяется. Вот. У каждого есть опыт. Когда мы выходим просто с книгами, да, то как-то все по-другому становится, да. То есть, скорее всего, гуны, они отступают, и мы видим мир совершенно по-другому. То есть, приходит какое-то понимание. Вот. Вот. И поэтому преданный, кто уже почувствовал этот вкус, то есть, да, кто уже имел этот опыт, кто видел, как Господь проявляет себя в этой деятельности, сам Кришна, но он всегда стремится опять почувствовать этот вкус. То есть, он выходит изо дня в день, да, чтобы опять увидеть, как Кришна проявляет свою милость к обусловным душам, как проявляет милость в Госпочетании, то есть, да, как говорится, что все ищут нектара, да, все ищут нектара сознания Кришны. Но ресепс нектарм присутствует в этом процессе. Ну, просто когда мы уходим, мы пытаемся вдохновить людей, взять книгу, прочитать. И, казалось бы, очень просто взять, подойти и дать, сказать, там, вы не тело. Но, когда у нас есть проблемы в уме, да, когда мы не верим в этот процесс, когда мы сомневаемся, что Господь его защитит, то это сделать трудно. И, конечно, столько в уме у нас сразу возникает отговорок, сколько сомнений. Ум становится таким многодетристым. Вырастают рога, что трудно выйти даже на улицу. Вот. И поэтому надо всегда отпиливать эти рога, то есть, оружием трансляционного знания. Вот. И просто выходить. И тогда мы, действительно, почувствуем зависимость от Кришны, почувствуем себя без помощи, и что сами мы не можем это делать. Вот. И поэтому в этой милости служения проповеди расстояние книг, что мы каждый день вынуждены предаваться Кришне. То есть, в один день нас могут взять книги, много взять, и люди хорошие встречаются. Но это не факт, что завтра будет то же самое. То есть, завтра нам придется опять как-то предаваться, продать усилия. Вот. И в этой милости. То есть, в этой милости этого процесса, что мы можем избавиться от ложного эрза. Степенно, день за днем выходя, выходя, мы будем убирать из сердца вот это ложное представление, что я действующий, что я контролирующий. Вот. И поэтому искренние преды, кто хочет действительно прогрессировать духовно, он всегда ставит в себя условия, которые помогают ему стать более зависимым от Кришны. Стать как бы под милостью. Потому что мы выходим, иногда видим, что книги не берут. И люди, они бьют по нашему ложному эго. И Кришна может сделать, что наше ложное эго, оно будет очень... Ему больно будет. То есть, не берут книги, как же я вот вышел спасать. Вот. Но в этой милости, в этой милости мы увидим, насколько мы сами плаваем. Насколько мы сами ничтожны, да. Наша душа, она маленькая. И если мы продолжаем действовать, смиремся, то ситуация меняется, да. И Кришна дает нам какую-то силу, какой-то разум. И вдруг нас появляет способность убеждать людей, да. И вдруг они начинают брать книги. Вот. Но мы должны понимать, что это уплённая милость, милость Господа. Это сравнится с тем, что маленький сын, он пытается сам поднять тяжёлую гирю. И он тужится, тужится. И пытается её поднять. Но эти его усилия, они призывают к тому, что его отец, он подходит сзади и берёт эту гирю и поднимает. И сын может думать, я сам её поднял. Вот, я уже стал сильным. И так же мы можем подумать, что это я сам начал. Ну а нет. Только мы начинаем так думать, то тут же опять книги пристают брать. Вот, да. Каждый был такой момент. Когда мы привязываемся к результатам. И поэтому всегда нужно помнить свою зависимость от Господа. Особенно в этой деятельности. И чем больше мы помним об этом, тем больше нам будут даваться возможности. Господь будет давать нам силу, духовный разум, чтобы проповедовать людям. И самим понять глубже это знание, которое изложено в Багао-бдите. Вот. Потому что нам повезло. Мы смогли как-то соприкоснуться с парамфорой. То есть с парамфорой, которая идёт от Господа Брама, от Господа Читания. И мы соединились к ней. Это подобно тому, как через провод мы подключились к электростанции, да. И нам идёт какая-то энергия, какая-то милость идёт. Мы чувствуем какую-то духовную энергию, да, духовный вкус. Это определённая милость. Но если мы начинаем проповедовать, да, то мы становимся проводником этой энергии, да. Мы соприкасаем с парамфорой других людей. И тогда, по милости Господа, нам даётся больше возможностей, больше энергии. И мы можем зажигать других людей. Вот. Рупадам часто говорил, что душа, она подобно искре. Вот. Маленькой искре, которая, отдаляясь от Бога, она тухнет. То есть, да. И мы видим, что сознание людей, оно потухшее. Люди ходят, понурые, в своих проблемах, печатью от сильной озабоченности. Но если мы обладаем этим огнем духовного знания, то мы способны зажечь их, вдохновить их на духовную жизнь. И тогда человек, он очень легко берёт книгу. То есть, он чувствует нечто, на самом деле, чего он ищет очень много жизней в этом мире. На самом деле, как Рупада говорил, все ищут Кришну, да. Все ищут Господа, эти вот вкусы, отношения с Ним. И если мы сами находимся в духовном сознании, то мы можем дать человеку почувствовать этот вкус, то, что он ищет. И тогда у человека не возникает проблем, чтобы пожертвовать нам деньги. То есть, кто-то сразу с жадностью уходит. Привязан с Пакшми, то есть. И он вдохновляется. Смотря на то, как оказалось бы, какая-то индийская хилософия, вообще. Сколупа Кришну, который жил где-то там, пять тысяч лет. Происходит интересная вещь, что человек чувствует, что это нечто родное и близкое ему. Да. И почему? Потому что, как Рупада говорит, что сознание Кришны, оно уже дремлет в каждом сердце. То есть не нужно его привносить, нужно просто пробудить его. Как у каждого ребенка есть способность ходить. Он уже потенциально может это сделать. Также любая душа, она потенциально имеет эту склонность служить Кришне. Но под влиянием этих гун, материальной природе, эта способность, она скрыта. Вот. И поэтому преданный санкет, он должен обладать этим качеством. Он должен проникать к сердцу в своем душе. Которое находится за этими оболочками ума, материального разума, разных спекуляций. И поэтому нужно обладать определенной силой, чтобы обратиться к душе человека. И если мы обращаемся к душе, видим человека душу, то душа, она отвлекается. Интересно. Душа, она отвлекается, она имеет это желание в духовной жизни. И человек, он берет книгу. Хотя потом, часто бывает, что опять гун, они наваливаются на человека. И он стоит за той книгой и думает, а что я вообще сделал? Что я сделал? Зачем? Бывает, что люди приходят, возвращают книги. То есть у них какие-то сомнения опять, то есть опять маны наваливаются на них. Но преданный опять им проповедует, говорит, вот вы душа, возьмите на счастье. Поможет понять себя. И они опять восстановляются, как происходит. И поэтому преданный санкет должен находиться на духовном уровне. Он должен сам узнать себя душой. Он должен иметь эту йогу, связь с Кришной. И только тогда мы можем соединять других людей с Кришной. Можно встречать в их душу. И человек, у кого сердце, что-то чувствует. Он говорит, что теперь душа и сердце, она говорит ему, что ты должен взять эту книгу, что это будет для тебя очень большим благом. И человек, получая книгу, он чувствует большую радость. Он живет людям очень счастливые. Почему? Потому что у них есть это чувство, что они совершили что-то хорошее. То есть они даже не понимают, может быть, разум, умом, что они сделали. Но на самом деле это для них очень большое благо. Потому что они потратили эти деньги и на пиво, и на сигареты, и на водку. И пошли в кабак куда-то. А они и делают что-то для Кришны. Хотя они, может быть, делают не очень осознанно. Но так или иначе они чувствуют, как говорили, это первый шаг на пути в Духовный мир. То есть это уже будет для них определенным шансом. Так вот мы сейчас распространяем. Еще один шанс. На самом деле так и есть. Еще один шанс человеку дается встать на Духовный путь. И говорится, что в каль-югу живут души довольно упрямые. Знаем, сейчас уже 26-я каль-юга идет 25 мая. И люди, на самом деле, они уже много реинкарнировали. Они уже много раз встречались с этим знанием. С знанием о Кришне, о предном служении. Но они по своему упрямку отвергались. И они как бы пренебрегали этим. И поэтому многие люди, когда даешь книгу, начинаешь рассказывать, они говорят, да, да, мы уже это слышали. Уже что-то знакомое. На самом деле они уже слышали об этом. И поэтому Господь дает им еще одну возможность заняться предным служением. Поэтому эта деятельность, она очень нектарна. Если мы видим, что люди пробуждаются от материального сна, у них возникает желание узнать что-то от Кришны. И это происходит благодаря тому, что преданный культивирует это желание дать людям Кришну. И поэтому в какой-то степени говорится, что преданный он даже более страдательный, чем сам Господь. Потому что он имеет это сильное желание поделиться с Кришной. Вот. И в этом как бы и суть сознания Кришны, что мы должны, это наше желание дать людям духовные знания, привести в гармонию с желанием Кришны, чтобы все люди получили знания предного служения. И когда эти два желания, наше желание и желание Господа, они идут в гармонии, тогда преданность становится счастливым, когда преданность в служении, оно становится эффективным. на самом деле. Вот. И проблема в том заключается, что у нас много других желаний, которые отличные от желания Кришны. У нас есть желание считывать свои чувства, свой ум, свое тело. И поэтому Кришна не проявляется от сложности. Потому что он видит, что этот преданный, он еще не готов сделать желание Господа своим желаниям. И поэтому преданным мы должны очень сильно ввывать к милости святого имени. Почему Прупада, когда его спросили, как мы можем увеличить проповедь, как мы можем сделать это более эффективным, ему сказали, он сказал преданным, вы должны повторять Кришную Махамантру, все, что нас кругов не отрывает. И таким образом вы сможете проповедовать, вы обретете духовную силу. И почему это происходит? Потому что Харикришна Махамантра, она работает на уровне желаний. То есть, если мы слушаемся, то наши желания не меняются. И когда желание запрет свое чувство, оно уходит, и мы можем развивать духовные желания, если мы внимательно слушаем маму. Она очищает наше сознание. И поэтому Прупада говорил, что мы должны повторять Харикришну Махамантру, не отрывать, что у нас кругов. Тогда мы сможем эффективно проповедовать, обретем эту способность. И также изучать шастры. Потому что шастры – это то, что затачивает наш разум. И когда у нас есть духовный разум, мы можем различать материю от духа. То есть у нас появляется это в века шахте. То есть мы различаем, где есть материальные желания, где есть духовные. Мы видим в себе те вещи, которые нам нужно сультивировать, а те вещи, от которых избавиться. То есть шастры, они затачивают наш разум. И если наш разум, он силен – это подобное оружие, да? Поэтому называется шастры – это оружие. И с помощью этого оружия мы можем легко проповедовать, мы можем легко разрушать невежество людей. И все их аргументы, они как бы смешные. То есть что они говорят? Что вот мы не верим, Бога нету. Легко можно привести какие-то цитаты шастры. И человек говорит, да, тут сильная философия, тут нечего возродить. И он принимает, если мы обращаемся к разуму у человека. Но для этого мы сами должны затачивать свой разум, постоянно читая книги. Говорится, что преданный, особенно правопроведник, он должен хотя бы два часа читать книги в день. Хотя мы знаем, что многие преданные, в Москве, в Москве, в Кришна Баврам Прабу, они по пять часов в четыре читали книги, то есть такой пусор отвели. Их разум очень силен был. И можно видеть, как они книги расстаняли, они просто ходили к людям, и книги у них улетали. Вот. И поэтому санкирт она хороша тем, что она для нас подобна определенному зеркалу, в котором мы можем видеть свое духовное состояние. И если мы видим, что люди на нас не реагируют никак, и они не привлекаются книгами, не хотят нас слушать, это говорит о том, что мы еще слабы, мы еще слабы духовно, и нам есть над чем работать, что нам не достает внимательного воспевания, изучения шастер. То есть санкирт она подобна зеркалу. И поэтому нужно выходить и пытаться давать людям это знание. И при этом помнить, что стрелевуслата назовите Харришна. То есть если будет милость Господа, то что-то получится. Харри Кришна. Харри Кришна. И пополнение бутылков. Ну, бросик давай. Откуда берется такое желание у таких мудрецов, допустим, Гасим Муни там, или Нарда Муни, проклинать кого-то? Ну, можно сказать, что на абсолютном уровне нет разницы. Ну да, говорится, что когда Браман, проклятие, или проклятие, или благословение равны. То есть если Браман или проклянует, или благословение, то это одно и то же. Но откуда у самого вот этого человека берется вот такое вот желание? То есть он таким образом может повлиять на изменить того человека, что ли? Видишь, что он допустим... Ну, говорится, что желания в предах, они подобные инструменты, да? Вот так вот. И если они это делают, то за этим стоит план Кришна. Как бы Кришна... То есть даже вот эти проклятия, они способствуют очищению, да, этого человека? Да. Ну, он избавляется от своей гордыни, от своих амбиций, то есть, да, и он попадает в такое положение, где он становится ближе к Кришне. Вот как в этой ситуации, да. То есть они проклинают именно с этой, с такой целью, да? Да. То есть они не хотят сделать что-то плохое, то есть как-то унизить. Они делают для их духовного глаза. Как говорится, за что? Ну, за что? Надо бы за что убить, да. Просто, может быть, если бы не было, ну, допустим, вот обратно, если бы не было такого вида поведения на весу, да, то человек бы мог думать, что я деятель, да, я поступаю правильно и потом всё происходит как я хочу. А здесь, вроде он правильно поступает, всё там, ну, преданно, чисто, да, и тут несправедливо к нему кто-то поступает, и тут же сбивает этот вот, менталитет этот сбивается, да. То есть не я деятель, есть какая-то высшая воля, и она диктует правила игры, так сказать, и я всего лишь, так сказать, в реале. Ну, ты не говоришь, конечно, о том, что всегда проклятие, они являются планом, Господи, что иногда они. Человек, вот как в этой истории, допустим, разбирали недавно, история, когда мальчик в шлинге, он просто махараджи-кариджи, да. И как раз, вот это его проклятие, оно было проявлением того, что начали деградировать Браму, то есть. Вот мальчик, он просто разгордился своим драхманическим могуществом, и он был очень спесив, то есть, да. И он просто был задет его эго, да. Он подумал, что его отец, он был оскорблен. И он произнес это проклятие просто для того, чтобы показать свою драхманическую силу. Это другая сторона. Вот это говорит о незрелости человека. Ну, это же был план Кришны, вот эта вот ситуация явно создана была. Да. Кришна, потому что, допустим, парикши-кариджи-кариджи-кариджи. Да, Кришна, он устраивает так, что он, как бы, вот, 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 анархию, вот, уже, как-то использует. Но в данной ситуации этот мальчик, он потом почувствовал себя очень несчастным, он заплакал, и сразу сбежал к отцу сказать что-то. Это была неправильная поступка. Вот. Поэтому, говорит, что надо быть очень осторожным, раздавая его состояние. И проклятит это, так. Вообще, в Кольюгу так все люди, они так проклятые, да, чтобы родились в Кольюгу. Наоборот, богословянные, что любилось Господь читает, но он получит в Кольюгу. Очень просто. Мудрецы молятся, чтобы в Кольюгу родиться. Ну, да, если что-то становится предно, вот это односторенно. Есть даже такая книга, как, что эта Кольюга, она благословенная, как бы. То есть, все вот эти вещи, которые происходят сейчас в Кольюгу, вроде благо предустоит. Да, основное благословение, что просто оттывая практично матоматский человек может до 4 шеста. Вот это было. Спасибо.